Всем здравствуйте! Извиняюсь, я болтуюсь. Давайте полчаса без ремонтов подъездов, крыш, цены на газ и электричество. Мы собрались для того, чтобы обсудить наше будущее. А будущее наше мы можем поменять вот здесь и сейчас. Подняв руки или не подняв. Александр, вернитесь, пожалуйста. У вас будет возможность и не обязательно здесь поговорить и по поводу подъездов, и по поводу крыш и всего остального. Денег просто катастрофически не хватает и мы можем поменять наполнение бюджетов с помощью, тяжело говорить после профессионала. Скажем так, ну я просто коротко тезисно, то есть вот вчера я сидел, там сказали на меня заявление написано, то есть я был в другом месте. Я сидел и думал, что я делал не так. Ну и в это время мне позвонил человек, отец Сергий, который держит приход, ну не такой самодостаточный, как Попушский или Капитанский. Некоторые держат два прихода. У него всего 4 или 6 человек в приходе и все в принципе малообеспеченные люди. Это Ануфриевский район Кирово-Карской области. И он мне сказал, чем тяжелее идет процесс, тем более богоугодное дело делаешь. То есть я вот себе записал. Я хотел бы сказать, что мы не хотим никаких провокаций, вот там пытаются меня смешать с каким-то субстанциями. Ну то есть люди и то не так, и это не так. Ну сделайте так, выйдите сюда и скажите как так. Времени с каждым днем остается все меньше и меньше, то есть в районе 600 дней нам до завершения этих всех процессов. Но тут есть вот такая поговорка, не поговорка, а утверждение, что время – деньги. То есть Сергей Павлович сказал, хотя я вот не согласен с тем, что Попушский бюджет считают отдельно, Капитанский бюджет считают отдельно. То есть это надо просто прекратить и сказать всем людям, что это будет одно общее селение. Нет границы, то есть это все условности, то есть где эту провели границу строительную. То есть половина там, половина там, то есть эти границы вообще не нужны. И общий бюджет, да, вот у меня вот эта цифра есть, я ее вчера написал, она 26 миллионов. То есть 19 плюс 7, как он говорит, 26. Но это общие деньги, это общих людей. И мы не должны говорить, я вот Капитанский, я Попушский. Люди живут в Капитанке, работают на Попушском фероникеновом комбинате. Кто они, Капитанские, Попушские? Попужане покупают хаты в Капитанке, кто они? Что, они перестают быть Попушскими, становятся Капитанскими? То есть мир сейчас немножко другой, люди садятся в автомобили и могут работать за 100 километров, за 50 километров, за 70 километров без разницы. И, ну, они все равно дорожат там, где они работают и там, где они живут. Основная масса людей у нас вот, как бы, работает, мы все заточены под городообразующие предприятия, Попушский фероникенов комбинат. У меня постоянно, ну, не только меня, а всех спрашивают, вот что будет, если комбинат закроется. Будет очень плохо, но для этого люди должны создать себе какой-то фонд, который может жить и работать, вне зависимости от того, работает завод или нет. Когда идешь по полю, видишь бурундучка, который просто берет зерно и тащит себе в норку. Кто-то же его заставляет сделать себе какой-то запас. Мы такие все однодневки и это самое, что мы хотим просто тратить деньги и не думать про завтрашний день. То есть, если люди благоразумны, я так считаю, что они могут себе придумать, как им существовать до и после. И если они неблагоразумны, то есть, ну, есть ругательное такое слово Россия, то я вам скажу, что у них были триллионы долларов и в итоге у них нет ничего. У них есть просто богатые люди, которые свою жизнь не связывают с этой страной, не думают ни про страну, ни про чего. То есть, их дети обучаются в других странах, они все имеют недвижимость везде по миру, но не хотят даже это самое. Я не хочу говорить, что в Украине так же самое, у нас немножко поменьше, у нас меньше нефти. Ладно, мы говорим сейчас про попушку громаду. 55 тысяч гривен, для того, чтобы было понятно, то есть, вот я говорю, что общий бюджет 26 миллионов, сейчас бюджет 5 миллионов. То есть, 55 тысяч гривен каждый день мы теряем из-за того, что кому-то что-то не нравится, кому-то что-то боится потерять. Ну, скажем так, вот эти все машины и возням, пусть эти люди, они богаты, они считают, что они крутые, пусть приходят сюда, вот на эту сцену вложат каждый день 55 тысяч гривен, а вы все вместе будете распределять эти деньги. И тогда вполне возможно эта громада, она нам не нужна. Мы будем сидеть и, в принципе, благодарить их за то, что они нас как бы поддерживают материально. Так, про бюджет мы сказали. Так, у нас получается, что капитанка Попужья проживает 30% населения района. Если для кого-то это новые цифры, чтобы вы понимали. На сегодня вот 5 миллионов бюджет. Бюджет Голованского района 223 миллиона. То есть, это, ну, вам, может, новости, это самое, это 2% от районного бюджета. Все вот эти проблемы из-за того, что социальная несправедливость. То есть, ну, как-то так вот они привыкли. То есть, у них насиженные места, теплые сидушки эти. Папа встал, сын сел. И так оно происходит. Ну, вы сами это допустили. То есть, вы никогда не спрашивали, почему 30% населения предоставлено 3-мя районными депутатами. Ну, а их там, по-моему, 24, я не знаю. Пусть поправят, если не, я не прав. То есть, может, эти 3 депутата переколошкать вот эту груду, не могут. Ну, я не знаю. Но мы по результатам видим, что, как бы, голос их не совсем слышен. То есть, система такая, что вот делегирование вот этих полномочий, она не совсем себя оправдывает. То есть, люди, многие не знают своих депутатов. То есть, это, может, для кого-то открытие. То есть, общаясь вот с людьми, я не люблю вот это выражение «простой человек». То есть, что такое «простой человек». То есть, мы все люди из одинаковых атомов и молекул. Кто простой, кто сложный. Это люди просто, чем больше надул щеки, тем ты становишься сложнее. Это, скажем так, немножко неправильно. Ну, то есть, вот расстояние от Голованинска, даже вот подумать, они все рассказывают, что Голованинска – это нам родная семья. Это самое. Ну, пусть приедет сюда пожарная машина. Вот просто выйдет человек, допустим, капитанский или побужский, вызовет пожарную машину и попросит приехать пожарную машину из Голованинска. Подлетное время – 80-90 минут. То есть, во время пожара на комбинате это уже все отработано. Вот недавно был пожар, и, кстати, я позвонил в районе бомбоубежища. Или я попросил, чтобы позвонили, потому что, скажем так, другие вопросы. Пять минут они приехали. То есть, могли приехать на полминуты раньше, если бы правильно объяснили, где. То есть, пять минут и 90 минут. Через 90 минут, скажем так, живем мы все небогато. То есть, в принципе, тушить-то уже будет нечего, скажем так. Хозяйство у всех не очень большое. То есть, скорая помощь, ну, я не знаю, то есть, я вот пытаюсь, все говорят, не пиши в Фейсбуке, потому что это самое. Мир, сейчас, немножко другой, и, скажем так, вот, целые африканские страны, они отошли в другой миропорядок, благодаря Фейсбуку. То есть, социальным сетям, и это самое, то есть, это очень развито было и во время Майдана, и это самое, оно показало свою эффективность. То есть, люди погружаются, в принципе, в интернет, многие даже не могут потом оттуда выйти, скажем так, они там и остаются. То есть, я сказал, что 30% населения, 22% этого самого, бюджет, поступления бюджетных средств. 30% населения, 10% депутатского состава района Ирана. Ну, что тут говорить, это шанс нам отколоться от Голованецка, то есть, особой любови никогда не было, и, то есть, люди вот говорят, что когда-то закрывался завод, и я прекрасно помню это время, скажем так, то есть, приезжали вот эти, ну, уже можно говорить, наверное, фамилии, не будут они на меня писать заявление. То есть, Кучер приезжал туда, и, ну, сидели мы там в одном месте, за одним столом, хотя эта информация, она повторяется, и она тиражируется. Ну, я был лично за столом, где сказали, вот, ребята, мы пригоним сюда бурдозера и, в принципе, посеем буряковое поле. То есть, если, я извиняюсь, если он скажет, что это неправда, ну, значит, я буду врунишкой, скажем так. Но это было правдой, потому что эта информация переходит через других людей и за другими столами, вы, да, тоже говорили. Громаде надо создать условия для обратной связи населения, то есть, для того, чтобы не происходили вот эти крики, всплески. Александр, ну, в принципе, не чужой человек, ну, скажем так, люди должны контролировать, куда будут деваться их деньги. Или их деньги, да, вот, их деньги. То есть, самое главное, потому что, что 26 миллионов, что 2 миллиона, какая разница, если вы не почувствуете изменения в своей личной жизни. То есть, вы не получите прирост своего благосостояния, я бы не сказал благосостояния, а есть такое понятие индекс счастья. Что такое индекс счастья? То есть, это когда человек чувствует себя в безопасности, то есть, ну, какой смысл благосостояния, если завтра какой-то воришка, которого, вот, органы не могут справиться с ним. То есть, у него 10-15 эпизодов только по поселку, и мы ничего с ним сделать не можем, ну, скажем так. Индекс счастья, это когда твои дети живы, здоровы, то есть, сам ты не болеешь. То есть, это что подразумевает, что должна быть больница, в которую ты можешь дойти пешком, а не ехать на какой-то, ну, кто богатый на Борисе едет, кто небогатый едет на этом УАЗике несчастном. То есть, я не знаю, я бы того человека, который из УАЗа попытался сделать скорую помощь, ну, наверное, в принципе, судом бы приговорил какой-то такой медленной казни. Потому что УАЗ и скорая помощь, это несовместимые позиции, это, хотя он называется таблеткой, ну, в принципе, ну, на нем можно где-то там на передовой работать, там, снаряды подвозить. Ну, то есть, не больных и людей, которым нужно оперативное вмешательство везти куда-то, а тем более за 30 километров. Ну, громада, я уже сказал, это должна быть, она до всех. То есть, житель капитанки не должен думать, что он живет на какой-то окраине, какой-то громады, и он опять ничего не увидит, и у него опять будет одна лампочка в этой самой. То есть, бюджет капитанки 2 миллиона, куда они их девают, то есть, там сидят какие-то девчонки, ну, то есть, стронуть их невозможно, но я вам скажу, что, а что они делают, ну, скажем так, куда они девают эти деньги, вообще непонятно. То есть, ни водопровода, ни это самое, газ, да, люди сами провели газ, то есть, вот кто сам лампочку крутит на той улице несчастный. Ну, давайте вечером просто всем вместе пройдемся по капитанке, сколько у них там света, и сколько там ям, и сколько это самое, они все, ну, как бы, я извиняюсь, волнение переполняют меня. То есть, куда-то все успешно это захороняется. Ну, не хочу страшные тайны эти открывать, ну, то есть, вот этих 155 гектаров одного карьера, то есть, 117 гектаров карьер центральный, и 55 гектаров карьер бурты, плюс 3,5 гектара карьер кирпичный, и людям позволяет безберно изображать профессионалов-хозяйственников, скажем так. То есть, в принципе, ну, конечно, когда-то советская власть нарезала это все, может быть, неправильно, никто не думал, что это будут какие-то вот эти дележки между людьми и это самое. Ну, как-то так. Но получается так, что половина бюджета у них капитанки платит побужский фероникелевый комбинат. Хотя побужский фероникелевый комбинат, городообразующий, вроде как для побужьего. То есть, ну, если для вас какой-то секрет, у них социальный налог, по-моему, на 1 гектар. Я говорю сейчас страшные цифры, потому что кто-то недоплачивает этих 700-800 тысяч гривен в бюджет капитанского сельсовета. То есть, вы думаете, что я такой смелый дурачок, вышел там это самое. То есть, что будет завтра со мной, я не знаю. Ну, просто я вам объясняю, что в капитанке социальный налог 88 или в районе 80 гривен, а в Долгой пристани в районе 312. То есть, 3,5 тысячи гектаров земли можете умножить по 200 рублей. То есть, а потом это все изображается, какой-то заборчик, какие-то там ступеньки сделали, заткнули рот этим же самым людям и говорят, что, да, он же для нас. Ну, вот для нас сначала оплатите полностью по счетчику. То есть, счетчик – это обычное отношение людей. То есть, вот, это стоит столько, значит, заплати столько, а потом рассказывают про того, какой ты добрый. Так, ну, это я был смелый, да. Дальше. Все посады в будущей громаде должны быть на выборной основе. Вот я считаю, что вот это какая-то преемственность, какие-то семейные кланы – это все в путь никуда. Люди деградируют. То есть, надо смотреть на Америку, на Запад. То есть, люди там, они тоже пристраиваются. Каждый хочет пристроить своего ребенка, но все-таки там какой-то дух соревнования. Вот пугают нас там, вам надо будет 25 бюрократов посадить, у них зарплата вот такая, они вас съедят. На это я хочу сказать, что вот есть такая страна Япония. Может, она несчастная, где-то она, где-то острова и лишены каких-то ресурсов. Но получается так, что 128 миллионов населения имеет 9 тысяч чиновников. А вот мы такие богатые, ну, я не знаю, там, говорят 41 миллион, те говорят 35 миллионов, те по муке считают 27 миллионов нас. У нас 300 тысяч чиновников. То есть, ну, цифры сами себя. То есть, мы самопожиранием занимаемся немножко. То есть, мы плодим людей, которые ничего не производят, делая себе сумасшедшие какие-то выплаты, ну, как бы, ну, даже они свое будущее не видят с этой страной. Мы отдались им на откуп, и мы думаем, что они будут думать про нас. То есть, я вот когда-то читал книжку про колонизацию Южной Америки. То есть, вот индейцы видели вот этих испанцев, и они думали, что это боги. Люди пришли, им расскажут вот эти боги, расскажут, как им жить. А эти боги их сажали в клетки, жарили, и пока они там золото все не отдадут или серебро. То есть, ну, схема простая. Просто берешь руководителя племени, и начинаешь его жарить, а все остальные... Вот у нас немножко... У нас не жарят, но, скажем так, золото мы все свое отдаем. Ну, привлечение инвестиций. То есть, это избитая фраза. Люди, которые никогда не занимались ни бизнесом, ни ничем, пытаются всегда изображать вид и делать умные лица. И это бюрократы. Люди, которые привыкли жрать готовые деньги. Готовые деньги какие-то пчелы им приносят, они их жрут, и потом они рассказывают, вот надо инвестиции, там то все... Вообще даже не понимая, про что они говорят. Ну, скажем так, не надо изобретать велосипедов, то есть, надо просто уменьшить налоговый тыск. То есть, у арабов получается, у китайцев получается, в Сингапуре получается, должно получаться и в таких местах, чурных, как Украина. То есть, без инвестиций, без денег, все будет мертвое. Ну, то есть, ну, как бы, мертвый сезон. Можно выйти и посмотреть на улицу. Что без производства? Я говорю, а мы, получается, еще в совершенно дурацкой ситуации. На нашей территории есть производство мирового класса, которая заточена под, ну, в мировых масштабах. То есть, руда везется оттуда, продукция везется на бирже туда-то, то есть, а производство находится здесь. И по Бужане, скажем так, кроме как зарплат, никаких выплат, ну, грубо говоря, скажем так, не имеет. Ну, и вот опять Саша вышел, но я бы видел это действие по ремонту и по этим самым, все-таки в создании эффективного коммунального предприятия. То есть, мы привыкли, что коммунальное предприятие, это должно быть что-то убитое, что-то смертельно скучное, что-то постоянно дотации им надо давать. Ну, скажем так, мир немножко живет по-другому. То есть, коммунальное предприятие, это, в принципе, собственники вы все. И, скажем так, вполне есть довольно успешные эти самые примеры, что это может быть высокоприбыльными. Люди делают что угодно, и хлеб пекут, и казино держат, и что угодно. То есть, мир по-другому немножко. То есть, аэропорт может быть коммунальный, что угодно. То есть, ипподром, без разницы. Вот, конкретно, да. Конкретно будете выбирать себе с помощью голосований, потом выберите себе программу, выберите себе команду. Я думаю, что есть разумные люди. И это самое. Вот это я хотел коротко, но как-то не получается коротко. Извиняюсь, дорвался, наверное, до этого микрофона. Я хотел бы закончить, и давайте будем в процессе вот этом участвовать. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ